В этом году желающих поучаствовать в традиционном семейном празднике «Папа, мама, я» – спортивная семья оказалось как никогда много. 46 семей из поселения Ленинского района собрались во дворце спорта «Видное», чтобы посоревноваться друг с другом. Спортивные возможности команд оценивала судейская коллегия. В целом, я думаю, позитивная обстановка, люди радостные, даже многие семьи по двое, по трое детей, все довольны. Здесь все очень хорошо было организовано, судейские коллегии. Конкурсы проходят в азарте, в борьбе. В программе соревнований – интеллектуальный конкурс на составление слов. Три эстафеты, комбинашка, болото, воздушный шарик и два спортивных конкурса по прыжкам и метанию мяча. Мне понравился особенно болото конкурс. Как бы ловче передвинуть кольца и быстрее прыгать. Это очень здорово, когда с семьей хорошо, весело. Подлинные любители спорта, ценители красоты и здоровья. Проверяли свои силы, с удовольствием выполняя несложные задания. Вот перед нами папы. Слегка бодрые, местами подтянутые, кое-где собранные, но не побежденные. А вот и мамы. Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки в женском троеборье. Готовка, бег по магазинам, стирка. Ну и, конечно, капитаны команд – дети. Наша гордость, наша слава. Мы с детьми как бы участвуем недавно во всяких соревнованиях. Но нам очень нравится, тут очень весело, здорово. Детям понравилось. Это самое главное, что есть на нашей земле – это дети. Мы вообще-то спортивная семья и стремимся к развитию ребёнка. Мало спортом занимаемся и мы. Сейчас, сами знаете, компьютеры, телевизоры. Последние поколения надо заниматься спортом. Участники праздника пришли к единому мнению, что таких спортивных мероприятий должно быть больше. В связи с тем, что у нас сейчас очень такой насыщенный ритм нашей жизни, мы очень мало выделяем время своим детям. И поэтому я ни капельки не пожалела, что я сегодня приняла участие, побыв вместе со своей семьёй на этом замечательном мероприятии. Семьи, которые не побоялись трудностей, физических нагрузок и соперников, остались от праздника в восторге. Все участники получили грамоты, утешительные призы, ну а самые ловкие и умелые стали обладателями денежных сертификатов. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.